Итак, добро пожаловать на презентацию проекта Crypto House от Profix One Capital. Сегодня я хотел бы, то есть вместе со своими партнерами, с теми людьми, кто будет выступать, я буду их представлять дальше. Будьте очень внимательны, сегодня будет и юридическая консультация, также мы поговорим о рынке, который сейчас интересует очень многих. И то, что мы сегодня расскажем, это то, что мы задумали вместе с нашим фондом Profix One Capital. Проект называется Crypto House, именно об этом сегодня мы будем говорить. Что это за проект? Это проект, который связан непосредственно, как вы здесь видите, Crypto House, то есть это криптовалютный дом, то есть это недвижимость вместе с криптовалютой. Поэтому сегодня мы, о чем мы сегодня вообще будем говорить, давайте по порядку. Сегодня мы поговорим о рынке недвижимости и наше отношение к этому рынку. Как программа Crypto House объединит всех участников данного рынка. Это второе. Третье, мы поговорим о концепте работы программы Crypto House. Четвертое, откуда зародилась эта идея и почему именно сфера недвижимости, тоже это объясним. И последнее, это юридическое сопровождение проекта. То есть то, что я говорил, что для вас будет немножко юридическая консультация в конце презентации. Поэтому будьте очень внимательны и слушайте до конца. Итак, по порядку. Мы сегодня будем говорить немножко о рынке недвижимости. Давайте мы немножко поймем, что это за рынок и какие цифры на этом рынке. Объем рынка недвижимости по закрытым сделкам за 2020 год составил больше 200 миллиардов долларов. То есть это очень солидные цифры. Также объем рынка аренды более 1,7 триллионов долларов. Друзья, это очень большие цифры. Мы не зря выбрали эту сферу. Именно вот этот рынок. Я сейчас дальше объясню почему. Потому что очень многие, то есть я думаю, что каждый из вас знает, что большие инвестора, бизнесмены и так далее, они всегда ищут как на этом рынке что-то заработать, инвестировать туда, то есть от этого что-то получать. Потому что они думают, что этот рынок, то есть он всегда и будет работать и в принципе это так и есть. У меня немножко другое представление об этом рынке, но это сегодня не буду говорить. У каждого свое мнение, что я хотел бы обозначить сегодня. Вопросы, которые я хотел обозначить. У нас вот когда мы хотели, ну решили создать вот этот проект, мы сели с партнерами и мы думали. Вот у нас было несколько вопросов, на которые мы должны были конкретно получить ответы для себя, для того чтобы мы, скажем так, приняли решение запускать проект или не запускать. Первый вопрос это был, зачем нам это нужно? И здесь мы нашли ответ на этот вопрос. Во-первых, я думаю, что каждый из вас знает, что такое бизнес, что такое фонд инвестиционный и так далее. То есть у нас инвестиционный фонд и каждому фонду в принципе и всем участникам данного рынка, что нужно, это, скажем так, инвестора. Вот нам, мы решили, скажем так, расширить наш горизонт, именно рынок, скажем, инвесторов. Мы решили немножко внедриться в рынок недвижимости. Это первое. Второе. Второй вопрос, который был, это для кого этот проект? Для кого он? Да. И здесь я хочу всех обрадовать, вот кто здесь находится. Я думаю, что здесь находятся те, которые продают недвижимость, те, которые покупают, те, которые хотят купить, те, которые хотят на этом что-то заработать и так далее. То есть для всех, вот мы нашли решение как бы для всех участников этого рынка. Это касается и продавцов, и покупателей, и это самое, компании юридические, да, которые занимаются вот этим всем процессом. Для всех абсолютно здесь есть решение, да, в этом проекте. И третье, это оформление. Для нас было важно понять, как мы это будем все юридически делать. Потому что для каждого, я думаю, что здесь кто находится, если ты говоришь про недвижимость, то у тебя все должно быть в порядке с документами, с бумагами и так далее. То есть для нас это тоже важно было. Поэтому мы это тоже как бы нашли решение. И вот когда мы нашли ответы на эти вопросы, мы решили, что мы должны запускать этот проект. Почему я здесь подметил внизу, что мы не инвесторы в недвижимость? Это очень важно, что многие думают, что мы вот запустили проект, все, мы сейчас будем деньги инвестировать в недвижимость, покупать там и на этом зарабатывать. Нет, я хочу как бы, может, обрадовать, может, разочаровать, но мы не будем инвестировать. Мы нашли решение для всех участников этого рынка, нашли решение, как, скажем так, решить свои задачи с помощью этого проекта и еще плюс к этому получить выгоду от этого всего. То есть вот это мы объединили просто всех участников в одном месте в проекте криптохаус. Вот это наша задача была и от этого получить поток новых инвесторов. Да, то есть это вот наша задача была. Идем дальше. Что вообще, да, то есть концепт вот криптохауса. Я очень коротко буду, чтобы не задерживать время. Концепт криптохауса. Что у нас есть? У нас есть фонд ProFixOne Capital. У нас есть юридическая компания, которая будет заниматься полностью всеми юридическими вопросами всех клиентов. Это или покупателя, или продавца, неважно. То есть мы будем совместно этим заниматься. И вот сейчас я хочу рассказать выгоды всех участников, чтобы вы поняли, что этот проект создан не только для фонда, не только для юридической компании, не только для продавцов и не только для покупателей. Это для всех. Выгода у всех есть. И вот сейчас я хочу обозначить самые главные выгоды, которые получит каждый участник этого проекта. Первое. ProFixOne Capital. Фонд. Что он получит? Самое главное, то, что нужно, это поток новых инвесторов. То, что нужно фонду. Второе. Что получит юридическая компания? То, что нужно компании. Именно то, что нужно. Поток новых клиентов. Да, это важно. То есть мы будем говорить открыто, да, то есть и понятно для всех. Теперь пройдем к покупателям и продавцам, потому что они вот, скажем так, занимают большую часть этой программы, да, и про них мы чуть поподробнее поговорим. Так вот, начнем с покупателей. Что получит покупатель, если он будет участвовать в нашей программе в проекте Cryptohouse? Первое. Он получит юридическое сопровождение, полное юридическое сопровождение в покупке недвижимости. Второе. Он получит бесплатное оформление недвижимости. То есть, ну, это серьезно. То есть вы в процессе, вот в следующем слайде, вы поймете, почему бесплатно. То есть это на самом деле. То есть то, что вы задумали купить, вот эту сумму, которую у вас есть купить недвижимость, вот эта сумма у вас и останется, вы больше ничего доплачивать не будете. Это важно. Третье. Это помимо того, что ты купишь себе недвижимость в конце программы, ты еще получишь прибыль от 20%. Прибыль, да, выгоду от 20%. То, о чем мы говорили. Это очень важно. Я думаю, что всех это интересует. Как можно так купить недвижимость и плюс к этому еще и получить выгоду от этого. И еще и прибыль. Вот на следующем слайде я объясню, в чем прибыль. Это вот выгоды покупателей. В чем выгоды продавцов, да, которые продают недвижимость. Также юридическое сопровождение полное, да. Второе. Гарантированный депозит в фонде, который будет гарантировать сделку, да, что сделка состоится именно в купле-продаже. Это второе. И третье. Это прибыль плюс продажа недвижимости. То есть он продает свою недвижимость. И опять же, как и покупатели, он плюс к этому еще получает прибыль, выгоду. Это коротко, да. Мы просто что сделали? Мы нашли решение и выгоду для каждого участника программы CryptoHouse. Здесь я показал выгоды каждого участника. Мы еще не проговорили про того человека, который соединит, например, да, то есть клиента, партнера нашего фонда профессиональной или программы CryptoHouse, да, этот человек так же самое, если он найдет клиента, да, то есть и присоединит его к нашей программе, он от этого тоже получит выгоду. Это уже мы будем говорить в наших прямых эфирах, обсуждать это и отвечать на все остальные вопросы. Идем дальше. Здесь вы поняли, да, что в чем выгоды всех участников. Дальше следующее. Процесс, сам процесс. Вот это важный момент. Будьте очень внимательны. Смотрите. Процесс купли-продажи недвижимости. Есть шаги. 6 шагов здесь я обозначил. Я думаю, что я пройдусь по ним и вам будет все сразу понятно, как работать будет эта программа и как она вообще будет функционировать. Первое, что должен сделать клиент, то есть покупатель, да, то есть он обменивает свои фиатные деньги на криптовалюту. Почему криптовалюта? Потому что у нас все происходит через криптовалюту. У нас CryptoHouse так и называется. Не просто так, потому что мы все делаем через криптовалюту. Это как бы важно. Почему? Потому что тем самым мы открыли для себя очень много возможностей, да, то есть очень много стран. Так как если бы делали иначе это, то для нас были бы очень большие ограничения. Так как мы через криптовалюту делаем, мы полностью открыли себе все возможности. Первый шаг – это обменять фиатные деньги на криптовалюту. Второй шаг – это заключение договора купли-продажи. В чем заключается этот договор, да, то есть в том, что ты вообще этот процент, да, то есть ты завел, как бы обменял свои деньги фиатные на криптовалюту, заводишь на свой счет, открываешь счет в нашем фонде, да, заводишь наш фонд и вот заключаешь договор того, что твоя сумма, которая есть, от этой суммы, 10%, да, от этой суммы, она уходит на счет продавцу. У продавца также есть счет в нашем фонде. Вот эти 10% уходит продавцу. Почему и зачем, да, то есть это гарант сделки. Если вдруг что-то случится и по вине покупателя эта сделка не состоится, значит продавец остается с этими 10%, то есть как компенсация. Если продавец не выполнил свои обязанности, то значит он выплачивает обратно 10% и плюс еще сверху такую же компенсацию, да, в размере 10%. То есть это для этого делается. И что происходит? Вы имеете свои деньги на счету и продавец имеет 10% от вашей суммы. То есть вы уже как бы заплатили 10% от вашей суммы, да. Третий шаг – это выбор программы. Вот у нас здесь очень важно. У нас есть две программы на сегодняшний день – это 6 месяцев и 12 месяцев. Вот в чем заключается вот работа вообще и как вот мы соединили вот это все и как нам удалось дать эту выгоду всем участникам. Вот именно вот через этот момент. Если ты выбираешь программу 6 месяцев, то что происходит? За 6 месяцев фонд работает своими деньгами, которые ты завел в фонд. Фонд работает, он тебе в конце 6 месяцев дает прибыль в размере там 25%. Из них ты, вот то, что мы говорили, что полностью оформление бесплатное, ты с этого дохода оплачиваешь себе оформление, все, что тебе нужно. Тебе в конце 6 месяцев остается в районе 20% прибыль, да, выгоду для тебя. Что происходит со стороны продавца? То же самое. То есть продавец заинтересован на 100%, потому что он получает сразу 10% от покупателя, и эти 10% ему приносят также прибыль. За эти 6 месяцев ему также эта сумма будет приносить прибыль, да. И в конце сделки, в конце 6 месяцев, что происходит? То есть следующее, да, то есть за вот этот период, пока 6 месяцев проходит, делаются все остальные документы, да, то есть оформление недвижимости, там, подготовка всех документов, все остальное за этот период. Проходит этот период, в конце что происходит? Ты 10% уже, покупатель уже отправил продавцу, он да отправляет вот эту вот 90%, которые остались, он отправляет продавцу. Продавец получил свои деньги за недвижимость, все, он готов отдать полностью недвижимость, документы, все остальное. А что у вас остается, как у покупателя с этой сделкой? Вы купили в конце 6 месяцев недвижимость, не заплатили ни копейки за оформление, за юридическое сопровождение, и в конце 6 месяцев вы получаете недвижимость, и плюс к этому вы получаете от своей суммы, которая стоит недвижимость, от той суммы вы получаете еще в районе 20% прибыль. Просто по цифрам давайте пройдемся, если, например, вы там хотели недвижимость за 200 тысяч долларов, вы поставили на счет 6 месяцев от работы, то есть 10% ушло, скажем, продавцу, это 20 тысяч, да, и из этого, скажем так, из ваших 180 тысяч, которые остались, они работают 6 месяцев. Вот 20% от этой суммы вы получаете в конце 6 месяцев, сверху того, что вы получили уже недвижимость, полное сопровождение юридическое, оформление, все остальное, то есть все делается очень, как бы, да, прозрачно и понятно. И также самый продавец, да, продавец получил, то есть свои деньги все, 90%, которые должен был, и еще за этот период он получил еще выгоду, то есть прибыль от тех денег, которые там работают. Если вы выберете программу на 12 месяцев, просто подумайте, да, 12 месяцев за год вы покупаете недвижимость и плюс к этому вы получаете еще 50% сверху вашего депозита, вы получаете от той суммы, ну, которая стоит недвижимость, вы получаете еще 50% сверху. Если, например, на том же примере 200 тысяч вы поставили, то в конце 12 месяцев вы получаете недвижимость за 200 тысяч и плюс еще 100 тысяч прибыль, 100 тысяч сверху ваших 200 тысяч. Купили долг, купили недвижимость, еще и 100 тысяч долларов получили. Вот так работает наша программа, именно так. Возможно, в дальнейшем будет добавляться еще категория, да, там 12 месяцев, возможно, там 18, 24 месяца и так далее. На сегодняшний день это 6 и 12 месяцев. Все очень просто. Все детали, вот как там изнутри, вот технические какие-то моменты, все это мы будем обсуждать на прямых эфирах. Каждое воскресенье я веду прямые эфиры, поэтому там мы будем обсуждать все вопросы, которые у нас есть по данной программе. Здесь я рассказал, в общем, что мы делаем, да. И вот это вот тот продукт, который мы создали, который мы запустили. Теперь криптохаус надежно, легально, прибыльно. Это презентация проекта. Очень быстро, коротко я постарался так, чтобы было все понятно. Я надеюсь, что всем все понятно. Теперь я хочу представить тех людей, которые, скажем так, виновники данной презентации. То есть людей, которые… Первый человек, который я представлю, это человек, который, в принципе, да, автор этого проекта, которому пришло в голову эта идея, почему, как, это все он сам вам расскажет. Я просто хочу его представить. Это очень хороший человек, скажем так, человек слова, да, говорит и делает. То есть для меня это самое важное. И то отношение, которое у нас сейчас есть, это ценно. И я думаю, что в дальнейшем вы сами это все поймете. Итак, я хочу представить. Давайте похлопаем там плюсики, десятки, 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 подставки. Васико Ман Светашвили. Пожалуйста, Васико, тебе слово. Спасибо, Игорь. Не надо хлопать, ничего не надо. Спасибо большое. Спасибо. Ты прекрасный презентант, ты все прекрасно рассказал. Мне остается только чуть-чуть добавить, действительно, почему эта в голову идея пришла. И все четко, очень понятно, обрисовано, да. Тут очень много людей, кто меня лично знает, с которыми у нас открыты действующие проекты. Кто меня не знает, да, меня зовут Васико Ман Светашвили. Я бизнесмен, путешественник, инвестор. Последние 22 года я живу в Испании. С деловыми визитами я посетил очень много, более 40 стран мира. Воспитываю сына, являюсь главой европейской и грузинской диаспоры. Но мой бизнес, он очень разносторонний. И от сельского хозяйства, которое я развиваю в Грузии, инновационного сельского хозяйства, туристического бизнеса, значит, действующего туристического бизнеса в Испании. Ну и любимой недвижимости, конечно, которой я занимаюсь на протяжении всех буквально лет, которые живу здесь, в Европе. Я продаю ее не только в Испании, я продаю недвижимость и в Англии, и в Греции, и в Грузии, во многих странах. И для меня инвестиции в недвижимость, это действительно, как ты в начале презентации сказал, это огромный рынок, это любимый рынок инвесторами. И это неиссякаемый источник дохода. Я сейчас не буду делать презентацию, так как вот ты, знаешь, это прям очень четко у тебя все, правильно? Я делаю презентацию, всегда я веду свою команду на схеме таких аналогий, таких, знаешь, цифр таких реальных. Я на себе, на своем прям реально примере, откуда вообще это возникло, такими яркими примерами, да, если позволишь. Я всю жизнь стараюсь какие-то инновационные системы внедрять в свой бизнес. Опять же, будь то сельское хозяйство, значит, мы ездили в Израиль, что-то там доставали, какие-то новые технологии без присутствия человека там. Будь то блокчейн-технологии, там IT-технологии, там еще что-то такое, да, мы все время понимали всегда, наша команда всегда понимала, что только за новыми технологиями есть будущее. Тот, кто туда вкладывает, значит, только тот выигрывает. Вот, точно, у нас ждал успех в нашем туристическом бизнесе. Мы не хотели продавать никогда там брошюрки вот так, да, в офисе там туристические какие-то что-то, да. Нам было скучно очень, и мы поэтому создавали наш софтворд и писали программы и хотели, чтобы все само собой делалось. И мы достигли успеха. Действительно, у нас есть, были терминалы. Вот, да, человек, мой друг, юрист Алексей Кулешов, который знает, ведет мою фирму, он прекрасна эту ситуацию. Вот, наши терминалы стояли, стоят, значит, по всей Испании. Они сами продают, сами рекламируют, сами все, сами делают. Мы ничего, мы только собираем деньги. Мы любим зарабатывать, мы, это все у нас само собой происходит. Значит, дальше, когда я познакомился и понял, что такое блокчейн, дальше я ближе к теме туда двигаюсь, нашего проекта, значит, и понял, что такое криптовалюта. Это был 16-й год. Как ни странно, казахстанские банкиры, да, все же верят в банки. Мне казахстанские банкиры наши позвонили. Я, значит, поехал путешествовать по Европе и продавать биткоины. Мне привезли такую флешку, холодный кошелек, сказали, там огромное количество биткоинов, я не понимал, что это. Вот, и мне сказали, надо продавать, вот куда-то втыкать, что-то оттуда будут куда-то переводить, и тебе будут за это платить. Вот, мы постепенно к этому привыкли, вот, и в моей жизни случилась одна ситуация, случилась в Амстердаме, я встретился с человеком, он мне сказал, Васо, я уезжаю, улетаю к невесте, мне нужны биткоины, но у меня денег нет. У меня есть квартира в центре Амстердама, и отдал мне ключи. И мы ему заплатили биткоинами. В 16-м году я за биткоины сделал первую продажу в Амстердаме, куплю продажу, но я тогда не понимал, что мы сделали. Мы пошли к нотариусу, он заплатил деньги, мы сделали оформление этой квартиры, и только по истечении нескольких лет, многих лет, я понял, что мы сделали. Этот проект сидел в голове, и когда я с тобой, Игорь, познакомился, когда я познакомился с фондом, вот сейчас я уже перехожу, почему здесь, почему на базе Profix One Capital, почему этот проект, значит, я понял, что, друзья, вот к вам ко всем обращаюсь, я не понял, что эта команда, команда Игоря, да, вот тот алгоритм математически выверенный, правильный, верный, значит, да, вот та команда, которая работала, команда Игоря, годами, для того, чтобы дать клиенту, дать инвестору понимание, что 1% в неделю гарантирован, и человек, положивший деньги, может зарабатывать на этом стабильно, правильно, четко, когда я понял, что я, положив деньги свои собственные, да, могу еще и видеть, как это происходит, в прямом смысле слова, зайти и видеть, камера есть, могу увидеть трейдера своего, который зарабатывает мне деньги, нигде, я больше такого не встречал. Я предложил Игорю вот эту ситуацию, да, покупка недвижимости с помощью, да, инвестирования вот в фикс токен, и который будет давать возможность в рамках фонда, в рамках фонда один продает, другой покупает, значит, сделать это все децентрализованно, быстро, четко, и это все, значит, сделать. Мы привлекли наших друзей, юристов, адвокатов, которые подтвердили нам, сейчас я закончу, и они скажут, да, свое профессиональное слово, как это будет происходить, чем это будет гарантироваться, и как будет происходить оформление, вот, и мы стали этот проект работать. Игорь уже вот в первом слове уже сказал, весь процесс фактически, я вам говорю, как это в голову пришло нам, и на будущее действительно говорю, что мы не только будем развивать какие-то внутренние опции, и на будущее я говорю, что мы собираемся продавать не только недвижимость, не только в Испании, которая сейчас очень привлекательна, и мне звонят люди, и сейчас в Zoom присутствует у нас несколько клиентов, несколько клиентов, которые, один из которых хочет коммерческую недвижимость приобретать, другой – жилую. Вот, так что я вам всем за это благодарен, благодарен, в первую очередь, Игорь, тебе, твоей команде за гигантскую поддержку, Алексей Гузель, вам за профессиональную юридическую поддержку, я очень сильно благодарен, и вам вперед слово. Вот, ну и всем тем, кто присутствует на данный момент, нашим стратегическим партнерам, вот, у меня есть, хочу назвать, Марина Грушина, это человек, занимающийся в Казахстане зарубежной недвижимостью, вот, это наш, мой стратегический партнер, риэлтор, один из лучших, и имеющий огромную, гигантскую, наверное, самую большую базу по продаже, клиентскую базу по продаже зарубежной недвижимости, я просто хочу дать всем понять, какие здесь люди присутствуют, вот, и какие люди заинтересованы работать в этом проекте. Вот, поэтому, вот таким образом, вот таким образом, проект этот пришел в голову, таким образом он сейчас реализован, таким образом он вам представлен на, на, как говорится, на ваш суд, и я единственное хочу, чтобы вы реально понимали, что есть две вещи, банк и фонд, банк обслуживаете вы, фонд обслуживает вас, когда мне люди приходят и говорят, ой, Васо, поздравь меня, пожалуйста, я такой дешевый кредит взял в банке, я такую классную квартиру купил, мне так повезло, а я не могу поздравить человека, потому что человеку 40 лет, а он в 60 последнюю квоту выплатит, и, ну, и 20 лет, ребята, 20 лет, понимаете, а за год, за год, не за 20 лет, за год, фонд вам помогает купить квартиру, фонд, банк забирает у вас, а фонд дает вам, вот эту разницу я хочу, чтобы вы поняли, все, все здесь, все люди, которые будут приводить клиентов, покупать сами и так далее, то есть я через мои руки за 22 года в Испании, я хочу признаться честно, я ни разу ни одного кредита не брал, ни разу ни одного кредита, лично сам купил 17 квартир, 17, в моей истории, купил, продал, купил, ни одного кредита никогда не брал, и только потому, только потому, что я покупал в кредиты, в самые плохие времена, либо мы командой как-то думали, как сделать так, чтобы, да, покупали в банках, да, покупали дешево, что-то делали, чтобы потом что-то, но когда появился фонд сейчас, когда появился Игорь, не надо думать, не надо ничего делать, положи деньги, иди занимайся другими делами, спи спокойно, через год приходи, сделай сделку. Вот это я хочу, чтобы все поняли, за консультациями, конечно, можно напрямую обращаться, напрямую ко мне, будут у нас на сайте специальный блог, будет электронная почта, мы будем проводить вебинары, вот, будем с каждым работать индивидуально, будем подключать наших юристов, Игорь, спасибо за время, еще раз не устану, да, повторять, спасибо за возможность, это очень много лично для меня значит, вот, ну, сейчас хочу, чтобы, Алексей, приветствую тебя, мой друг, бизнес-партнер, человек, который мне очень дурак, человек, который за свое слово отвечает, и, пожалуйста, расскажи нам, как будет происходить все. Благодарю за такое представление, замечательно, аналогично, могу сказать, о тебе тоже самое, рад быть частью команды этого проекта финансового, меня зовут, как вы сказали, Алексей Кулешов, я являюсь испанским хест-флором, социальным агентом на логоцепице «Коладор А.А.А.Т». также директором испанской бухгалтерской компании «Главбук Безеззор», партнером адвокатского бюро «Серви Легали» в Мадриде, в офисе в Мадриде, в Марбелле офисе на Рикардо Сориано, Кулешов и Райлдауна Рояс, адвокатское бюро «Хастария», то есть много чего есть, ну и, соответственно, наш профиль – это обслуживание бизнеса, обслуживание бизнеса, обслуживание предпринимательного, обслуживание сделок, которое проходит, это главный наш профиль. Говоря о криптовалюте, эта идея новая для Испании, то есть сразу мы в дело перейдем, расскажу. Соответственно, регуляция только происходит, но периодичная регуляция идет на уровне Евро-Европейского союза, которая как раз признала биткоины и иные криптовалюты именно в процессе отмена, и в последующем идет запоздание некой регуляции в Испании, потому что наше применение работает на территории Испании, с островами, то есть никуда больше не заходим, только Испания, обслуживание и обеспечение бизнеса и деятельности на территории Испании. Соответственно, по криптовалюте первые сделки, они прошли в 2018 году, то есть в 2017-м народ подогревал, в 2018-м прошли первые сделки по криптовалюте по покупке недвижимости, в большинстве случаев использовали именно некими структурами, фондами или IT, именно проектами Fincom, IT-мобилями, агентствами недвижимости, которые собирали инвесторские пулы для покупки некой квартиры как раз через технологию блокчейна, через токены, там они использовали эфириумы, и так формировалась именно покупка. В большинстве случаев есть два варианта покупки недвижимости за криптовалюту, то есть первые классические как раз, каким шли вот эти фонды, какие идут агентства недвижимости, которые являлись за криптовалюту. Это фактически у нотариуса сделка сейчас регистрируется как сделка за евро, то есть это извращено, были разъяснения определенные, что покупать за криптовалюту нельзя, покупать все в евро. Поэтому в этом случае, что происходило, что делалось, это просто, когда приходит, так можно, сделки так проводить тоже можно, когда приходит, соответственно, покупатель и продавец, есть определенные дополнительные материальные акты, которые надо бы писать, сделать, но в итоге сделка происходит у нотариуса, при нем, соответственно, фиксируется отправление биткоинов, то есть фиксируется кошелек покупателя, фиксируется кошелек продавца, фиксируются входы для того, чтобы было обеспечение этой сделки, потому что нотариус может именно легализовывать, показывать и экраны, и то, что они соответствуют действительности, и вот эти вытиски записи, тем более, при всех этих сделках есть вот эти хэши, длинные спочки, которые как раз можно использовать в этом случае. И в момент сделки, то есть поэтому заранее договариваются в определенном часе времени, часа и дата, соответственно, это всегда у нотариуса логично, и фиксируется курс данной криптовалюты на момент совершения сделки, фиксируется в купчивой скриптуре. Этот вариант обычный, я рассказываю, не так, как происходит в фонде, потому что в фонде есть фиксированная валюта, привязанная к доллару определенному, как происходят такие сделки, потому что в этом случае есть два момента. Риск продавца, потому что курсовая разница может упасть, поэтому есть предварительный специальный акт, который подписывается у нотариуса, где фиксируется сделка. И второй момент возникает, если вдруг цена криптовалюты вырастет. В этом случае возникает доход, и, ну, гонансы понимают по-испански, и поэтому который тоже декларировал. Если вдруг покупали за одну цену, в итоге получилась у вас покупка за цену более высокую. Но в этом случае идет оформление всегда в евро. То есть для нотариуса ничего не происходит особого. То есть сделка вся в евро, сумма евро до центов фиксируется в момент совершения операции, по курсу евро на момент совершения операции. В этом как бы все просто. Значит, вернемся. Второй вариант более предпочтительный, когда у нас происходит некий обмен. Почему? Потому что криптовалюта, да, она является средством обмена. Действительно, обмен криптовалюты на евро, он НДС в Европе всей не облагается. Это было с директивой европейской, в этом плане нет плен. Как я рассказывал, когда идет операция по первому сценарию. Когда у нас идет операция по второму сценарию, есть другой момент. Например, как мы, у меня просто есть три компании, которые, одна, которая майнит эти волшебные токены и так далее. И как у меня возникает проблема, что нужно постоянно в двух учет заводить некое возникновение, возникновение этих волшебных токенов, которые принадлежатся криптовалютам. Другие компании, которые эти операции делают. Идея такая, что у нас сам в себе любая криптовалюта является нереальным активом. И когда мы говорим про обмен, то есть пермута по-испански, то мы тогда в этом случае можем обменять некий реальный актив на некий другой актив. Мы можем поменять на нематериальный актив, на акции и другие обязательства, права, вернее, на права, в этом случае другие. В том числе и нематериальный, например, торговую марку можно применять дома на торговую марку, если подтвердить ее стоимость. В этом случае, если у нас идет именно обмен через пермута, в регистраторе именно сфиксировано, то происходит обмен некой недвижимости на некий цифровой нематериальный актив, то у нас возникает вот этот момент, и очень серьезная вещь, это оценка. То есть в какой момент будет оцениваться именно эта тоже операция, соответственно, операция оценена по рыночной стоимости. У налоговой есть свои способы оценки именно стоимости недвижимости. Главное, чтобы это была стоимость приближенная, ну или там, на секрет, скажем, на 20%, может быть, ниже оценки и так далее, там уже другие технологии есть. Ну и, грубо говоря, что во время покупки, соответственно, тоже идет закрепление через тот механизм, который рассказывал выше, то есть идет закрепление определенного даты времени, когда происходит сделка, потому что в этом моменте тоже, соответственно, закрепляется в материальном акте, то есть в купче закрепляется именно стоимость обменяем криптовалюта, которая, соответственно, записывается как стоимость актива. В этом случае важно, чтобы обе стороны, они согласны обменять, и цена была равнозначна, потому что если цена не равнозначна, возникает необходимость доплаты и так далее. То есть в этом случае важно идет как бы нивелирование, да, мы определяем, балансируем эти стоимости. Понимаем, что цена недвижимости образуется, она всегда вилочкой, она не определена конкретной ценой, в этом плане у нас есть возможность оформления, именно на момент сделки, на момент совершения операции, и она будет приближена к рыночной, к рыночной оценке, к рыночной стоимости всегда больше, чем налоговая оценка этой недвижимости. В этом плане проблем нет, так проводить сделки будет даже проще. И всегда мы понимаем, что, соответственно, у нас все равно в этом случае оценки будут записаны также, и недвижимость, соответственно, и стоимость этого актива, криптовалюты, будет записана также в евро, всегда в валюте. То есть всегда есть возвращение в бумагу, документы специальных, мы всегда придерживаемся, ну и обязаны записывать, соответственно, оценку в официальных деньгах, соответственно, в евро у нас будет все. Просто остальное все мы подгоняем, вот эти цифры, то есть смотрим, что все было сбалансировано в этом плане. И второй момент, который возникает, это внутри, это действительно то, что, когда мы сопровождаем такие сделки, соответственно, необходимо оплачивать налоги, так же, как и услуги регистра недвижимости данной автономии, где поиск, где недвижимость находится, как и услуги нотариата, понятное дело, что за это все необходимо платить фиат на деньгах, то есть по фактурам классический вариант, но, как говорил с Игорем Выше, есть особые условия, потому что участие в фонде может покрыть все эти издержки, которые реально возникают. То есть это не секрет, то есть при покупке движ возникает всегда и поиск, 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 и поиск. Больше 10% на которые обязаны платить, если происходит окупча в Испании, термичная недвижимость, соответственно, у нас будет там, наоборот, НДС будет, и вот 10%. Если идет окупка коммерческих помещений, то тоже возникает вот эти варианты НДС, когда покупается пакет гаражей, там тоже возникает НДС. То есть это уже технология именно налогооформления, которая все решается, тоже как раз наша работа есть, как история обеспечения проведения этих сделок, и обеспечения легального проведения этих сделок. Все, идет все расчеты с органами полностью в евро, соответственно, по формулам, которые есть, которые не изменить. Пока нотариуса нет, который принимал бы криптовалюту, но думаю, что она появится, потому что мы уже принимаем криптовалюту по фактурям своим, да, то есть такое тоже возможно, и постепенно есть профессионалы, которые принимают. Единственное, что в любом случае, как и должны это делать физические лица, мы декларируем все. Как предприниматель, как компания, да, мы все декларируем. И тоже ведем учет, как нити приход, если есть, приход этого нити реального оптики, товара. Вот, пожалуй, кратко в словах, то, что все это реально, все происходит. Зачем я объяснял, как, как внутри происходят вот эти операции. Вопрос, есть ли разные критерии у каждого нотариуса. Здесь есть нюанс, что не все нотариусы влашаются, это правда. Потому что есть нотариусы, мы встречали, что очень, ну, скажем так, которые не хотят следовать изменениям законодательства, и хотят проводить все по старинке. Так происходит постоянно с учреждением компаний новых, когда компания, когда нотариусы приходят объяснять, что можно основной компетал не вносить компьютерами, там, и деньгами, можно через декларирование вносить. Это нормальный эффект, потому что никто, мало следят за изменениями законодательствами по возможности, которые есть у нас. Также сейчас принимается ряд законодательства по отбиливанию капитала в Испании. Документы находятся в Конгрессе, думая, что они выйдут в ближайшее время, которые будут отдельно инкулировать тему криптовалюты. Очень тщательно наблюдаем, но уже есть и разъяснение налоговой инспекции, также есть разъяснение института бухучета, как проводят сделки, как их в учет вводить, поэтому здесь все просто. Отдельный момент скажу, будут проверять и нотариусы при во время сделки, это вопрос о происхождении этой криптовалюты. Это очень тонкий момент. Почему? Потому что у нас есть закон о отбиливании капитала, по своему действию, отбиливанию. Очень серьезный, который сейчас очень сильно, как бы, спорит цепляет. И в нотариате, скажу по секрету, что любая сделка больше 15 тысяч евро, мгновенные уходят все документы и специальный организм, и в нотариате организм, который занимается отбиливанием капитала, то есть копия купчих сразу уходит туда, изучает отдельно, так же, как и при купчих идет определение конечного инфициара, при корпоративных сделках, то здесь то же самое. Очень важно будет показать расхождение. Часто нам приходится показывать, что, например, на момент выхода сделки у покупателя, вернее, ну да, есть некий кошелек, который ему действительно продлежит, который делает спринт, то есть спринт экрана, показывает, что у него есть эти там криптовалюты и так далее. В случае с фондом нам проще, потому что мы понимаем, что в этом случае лицом, который представляет этот интерес, будет его некая юридическая структура фонд. Соответственно, здесь будет упрощен этот вариант. Не надо такой длинную скотчку доказывания происхождения, показывать в лотариатах и отвечать переналовую инспекцию потенциально, именно потому что здесь есть элемент такой чистоты и легитимности, что есть некая структура, есть обязательства, есть договора. Но вот это не такой кошелек физического лица, непонятно откуда-то там пришедшие криптовалюты некое, потому что всегда есть тонкий момент, и сейчас приходится очень тщательно относиться к этому вопросу. и готовить, грубо говоря, пакет для нотариуса, который подтверждает происхождение. Что это, откуда, за что, что это было, майнинг, какие-то операции, сделки, вплоть до того, что есть элемент, что могут признать эту криптовалюту дарением вам, дарением возникает другая проблема, декларирование, декларирование, это другая есть опасность у этих элементов. Говорю в другой момент, что если что много валют, клиенты есть, у них возникает проблема, что это наличие большого количества криптовалют, то есть вместе с ростом курсовых стоимостей, как раз предупредляет такую проблему, как необходимо декларировать свое имущество, свой капитал, в этом плане в такой момент есть. Поэтому с фондом все тоже более прозрачно, мне кажется, и проще, потому что нет такого элемента неопределенности, нет волатильности, бешеные вот эти вот отдельные криптовалюты, а есть некое определенное условие, закрепленное в этом плане. Но с точки зрения нашей кухни, скажем так, оформление сделок, сопровождение, здесь, когда перед нами с нормальными документами есть, соответственно, клиент, который приходит из фонда, все легитимно подтверждено, восхождение у нас под скотчем подтверждается, тогда будет просто проводить эти сделки, то есть для нас именно, ну или через наших нотариусов в Мадриде, или искать нотариуса, который работает в регионе, где находится в мягкой движимости. Это тоже отработанный вариант, потому что многие вещи можно делать онлайн, через персональный цифровой сертификат. Пожалуй, все. Спасибо. Спасибо, Алексей. Спасибо очень информативно, очень полезно, поэтому огромное спасибо за информацию. Спасибо я сейчас, да, спасибо большое, Алексей. Я хотел бы сейчас слово дать Гузарь. Гузарь Замалдинова, это мой друг в первую очередь, мой тоже бизнес-партнер, много лет, и обаятельная девушка, пожалуйста, Гузарь, расскажи нам, что твоя компания, Гарсаликс, и почему ты поверила в фонд, почему именно выбрала, как партнер, тоже как инвестор, Гузарь работает с нами, и как инвестор тоже. Значит, что твоя компания может предоставить именно тем людям, которые будут пользоваться этой программой. Добрый вечер, меня хорошо слышно, да, Васу? Да, 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 отлично. Меня зовут Гузарь Замаледдинова, я юрист, адвокат, и директор компании Гарсаликс. По юридическим моментам, тут очень благодарна Алексею, очень все подробно хорошо рассказал, в принципе, поэтому не хочу повторяться, скажу, что наша адвокатская контора занимается, оказывает полный спектр юридических услуг, и в том числе занимается сопровождением сделок с недвижимостью в качестве независимых адвокатов. То есть, в первую очередь, в данном случае, наша задача это обеспечить юридическую чистоту сделки, обезопасить клиентов нашего фонда от всевозможных рисков не продать вам дом или квартиру любой ценой. Если вы хотите купить недвижимость, в Испании мы будем вашим гарантом от всяких неожиданностей, и что нам дает фонд? Все мы знаем, что такого рода сделки, они часто характеризуются длительностью процесса. В этом случае фонд помогает избежать длительные бюрократические процедуры вашей сделки, которые будут соответствовать всем требованиям закона. В этом случае, к сожалению, или же к счастью, эта тема, она совершенно не развита в нашем обществе, но это наше ближайшее будущее, и те, которые сейчас слушают нас и заинтересованы в этом, это не просто так. Вы те люди, которые понимают это, и поэтому знают, что в любом бизнесе нужно быть первыми и лучшими. И вот это то, к чему мы стремимся, и лично для меня хочу отметить, очень важен в деловых отношениях человеческий фактор. Васо я знаю давно, и для меня это тот человек, который может видеть то гениальное и простое, что не всем дано, и каждый может подумать, а почему это мне не пришло в голову. Сейчас у нас у всех есть возможность быть частью этого проекта, и надеюсь, что нас ждет долгое и успешное сотрудничество, а мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы ваши сделки проходили успешно и соответствовались прежде всего требованиям закона. Если есть любые какие-то вопросы именно по сделкам юридическое сопровождение, мы всегда открыты и любые консультации для тех, которые работают с фондом, они будут производиться бесплатно и ждем ваши вопросы и будем оказывать вам всевозможные юридические услуги. Спасибо. Спасибо, дорогая. Спасибо. Спасибо. Очень четко. Очень четко, очень понятно и да, главное, чтобы мы поняли, да, вот Алексей, Гюзель, да, мы поняли, что у нас есть юридическая, скажем так, поддержка, да, вообще полностью во всем, поэтому я думаю, что это очень важно, особенно и для фонда, и для проекта Криптохаус, поэтому огромное вам спасибо, что вы не сказали нет, да, это важно, потому что мы очень, скажем так, смотрим наперед очень глобально, очень масштабно, поэтому я думаю, что вместе мы еще много чего сделаем. Ну что, друзья, я думаю, что здесь все понятно, мы постарались очень коротко объяснить, рассказать вам, как этот проект будет работать, какие люди здесь будут работать, какие, скажем так, люди вам будут помогать во всем этом, да, это важно, поэтому я хочу вам всем сказать, что после этой презентации на сайте включится у нас страница криптохаус, да, на сайте, на официальном сайте profixuan.com, там есть страница криптохаус, там вы зайдете, вы увидите все вот эти вот моменты, которые я сегодня проговорил, плюс к этому там будет наш эксперт Васико, на сайте там будут контакты, данные, если что-то, какие-то вопросы, вы можете обратиться к тому человеку, который вас пригласил, либо к нашему эксперту, и он вам расскажет, как, что и что нужно делать, для того, чтобы участвовать в этой программе. Поэтому огромное еще раз спасибо Васико тебе, Алексей, Гюзель, то есть это было на самом деле очень интересно, очень информативно и полезно. Всех поздравляю еще раз и всем, всем хорошего вечера, и все вопросы, которые у вас сегодня сформировались, абсолютно все, мы с вами обсудим в воскресенье на прямом эфире, который я буду проводить, как обычно, в 19.00 по Москве. Всем хорошего вечера. Спасибо. Спасибо всем, спасибо тебе, Игорь, Гюзель, Алексей, всем спасибо, всех. Давайте богатеть в рамках Хонда, давайте покупать недвижимости. Всем всего хорошего. Всем, всем, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok